Наверное, был очень эмоциональный, игра могла сложиться по-разному, но вмешался и ВАР, и раннее удаление, и выход супряги на замену. Поэтому, не знаю, игра, я думаю, понравилась болельщикам, тренерам в меньшей степени, потому что ВАР пока смотрит монитор, разные мысли, только в лотерее. Понятно, у нас эмоции положительные, в отличие от Динамо Цель. Мне кажется, второй тайм мы заслужили победу. Таня? Первый вопрос, почему не попал в игру Игорь Кобот? Были заявки, практически протоколи? Он был протоколем, но повреждения, он перед игрой почувствовал боль в ноге, поэтому... Сколько серьезно? Не знаю, это нужно время понять, поэтому тоже может быть какая-то судьба, Юра Вакулко вышел, и на нем Динамо заработала красную карточку, поэтому, наверное, так должно было быть. Так вот, в продолжение этого вопроса, а Вы его заранее, ну, до игры сняли, потому что, получается, четыре человека, а у нас... Да ничего. Из основного состава нет четырех человек, то есть это не... Игорь Кобот ушел с разминки, он с разминки, да, вышел на разминку и почувствовал боль, поэтому сразу на разминке проезжали. Скажите, мы в Родио ушли с очень некомфортным счетом для нас. Какую Вы дали установку? Пришлось носить же коррективы. Ну, установка на прой тайм, нам нужно было не давать, понятно, счет устраивал Динамо, нужно было не давать возможность спокойно контролировать мяч Шабанову и Попову, для этого мы Вакулко выдвинули вперед, заставили Динамо играть длинными передачами, то есть нам нужно было ускорить игру и не позволять им контролировать мяч. Другое дело, что очень долго не получалось дойти до штрафной, дойти даже до зон подач, но в итоге, наверное, игроки Динамо очень устали перестраиваться, потому что первый гол вскрыли за счет коротких передач, Вакулко хорошо открылся и прострелил на супрях. Я думаю, сказалась усталость, очень тяжело в десятером перестраиваться, мы все-таки большую часть в фрунтами играли на их половине. Есть определенная категория болельщиков, которые считают, что это, как говоря, не настоящие. Но вот судя по двум этим играм, результат матча с Карпатами и сегодняшний, по-моему, в этот день програли в традициях того днепра. Мы сами себе создаем трудности в определенных матчах, которые, казалось, должны быть наши, а потом героически их преодолеваем с более сильными соперниками. Это так совпало или... Ну не знаю, это футбол, но не бывает все очень просто. Мне кажется, все, что вы сказали, можно применить к любой команде, и к Динамо, и к тому же Шахтеру. Мне кажется, это больше какие-то стереотипы, создают трудности, потом сами их решают. Потому что нет команд, которые легко добиваются побед. Построение команды – это тоже очень тяжелый процесс. Поэтому, не знаю, настоящий или не настоящий – это не в моей компетенции отвечать на этот вопрос. Мы стараемся сделать все, чтобы победить в каждой игре. Но, опять же, построение команды – очень непростой процесс, особенно если в межсезонье приходит большая группа игроков. Нам нужно время, нам нужно время на то, чтобы сыграться, нам нужно время, чтобы понять возможности всех футболистов. Поэтому мы много работаем и стараемся быть лучше. Это все с вами. Впереди еще две игры. После сегодняшней победы можно ли рассчитывать на то, что команда зацепится все-таки на шестерку, или это не очень бьет? Я слежу за… У нас сейчас, я знаю, 22 очка. Что впереди? Ну, мы работаем над улучшением игры. Пока вместе получится возможность попасть в шестерку. Будет здорово. Я понимаю, для этого нам нужно удачно сыграть в Харькове. И, ну, наверное, нам 4 очка, может 6 даже нужно будет. Я не знаю. Мы работаем над улучшением именно игры. То есть будет у нас игра, будет результат по-другому. То есть у вас будет невероятнее. Есть вопросы?